Это значит уже грибница поселилась в организме человека. Но это же антибиотик считается плесенью. Плесень считается антибиотиком. То есть у нас в организме есть бактерии живут, есть грибки живут. То есть наша микрофлора состоит из бактерий и грибков. Они живут в симбиозе. И как только мы с вами начинаем гонять бактерии антибиотиками, тем самым мы бактерии уничтожаем, а грибки подпитываем. И у нас получается, как бы сказать, перекос грибков в сторону, и развивается больше грибков, какие-то инфекции начинаются. Вот такие вот вещи. Интересные, да? Антибиотик, грибки едят, а это нет. Ну вот, то есть, да. Продолжим питание. Как лучше всего съедать пищу? Вот мы привыкли. Сначала первое, второе, третье. Третье – это еда, да? Значит, что у нас происходит? Если мы с вами съели кусочек мяса, картошки, еще чего-то, у нас выделяется желудочно-кишечный сок, началось пищеварение. То есть, чтобы пошло пищеварение, это должна быть определенная крепость, определенная температура, и все пошло как надо. И тут мы с вами только раз, стаканчик компотика выпили, чайка выпили. Что происходит у нас в этом случае? В этом случае у нас происходит следующее. Мы разбавляем свой желудочно-кишечный сок, и у нас тем самым пищеварение останавливается. Останавливается через полчаса, через час, желудок опять должен создать необходимую крепость соков, концентрацию, и оно опять должно. То есть, в этом случае у нас работает желудок два раза. То есть, мы изнашиваем свой организм. А почему? Вот, как бы сказать, привыкли мы, пить буду после еды, хочется пить. А пить, я до этого объяснял, что значит происходит. Дело в том, что у нас желудок и кишечник, они относительно пустые. Как только попадает пища, где-то должно выделиться около литра, там полутора литра желудочно-кишечных соков. Откуда оно берется? Все это берется из крови. Идет кровь в органы пищеварения, вырабатываются эти соки, сюда поступают. И в результате что получается? Кровь у нас становится более вязкая. И поэтому нам хочется пить. А если мы с вами выпилим на чай, как бы сказать, мы уже немножечко ее разжижили там, что-то там промылили. А потом дальше кушаем, у нас такого эффекта особо нет. И вдобавок, если мы, смотрите, едим каши, у нас там и вода. Из каши образуется вода, нам особо не надо. А если мы едим сухари, как вы говорите, сухари, значит, смотрите, на сухари уже должна выделиться вот эта вся эта смазка из крови. Уже это делается наша кровь более вязкой. Естественно, где-то она там застаивается, где-то хуже поднимается, возникают какие-то там проблемы. Далее, тоже интересно, значит, если мы с вами съедаем тушеные овощи, овощи летом свежие, так много воды нам вообще не хочется пить. Так же? Мы съели салат с этих помидор, с огурцом, да-да-да, одна вода. Дальше там, допустим, кашу или мясо, вот, нормальненько все это. Потом можно, грубо говоря, через час, через полтора там попить. Ну, как захотелось. Но нет такого, что мы вот съели и нам просто пить. И тем самым, смотрите, получается, что мы из-за дня в день, из года в год, нарушая в своем пищеварении, вот таким вот образом, ослабляем организм. И получается, что он дрифлеет просто-напросто из-за того, что повышенное нароство. Поэтому попробуйте вот так питаться. Сначала там чай, я всегда, вот, чайка выпил, да, там, или... Ну, лучше всего какой-то травяной чай, да. Кстати, когда говорили, а какой чай лучше, черный, зеленый, и... Телевизор смотрел, самый лучший индийский чай, да? Оказывается, раньше у нас был копрский чай, который делали и изливали чая. Он не терпит. Он, знаете, вот тут, когда рассказываешь о каких-то растениях, о каких-то растениях, важно понимать, что оно собой представляет. Представьте себе, киприй, он растет на полянах, которые подверглись пожаром. Это первое растение мощное, которое может после пожара поселиться. То есть у него цветочки такие красненькие, такие интересненькие, да? То есть это мощное жизнедательное. Это очень важно понимать. Плюс он не действует на наши сосуды ни терпким, вот, своими действиями, терпко-вяжущего свойства. У него такого, значит, нет. А значит, что он не воздействует на наши сосуды. И когда вода становится такая какая-то мягкая, вот, когда вы пьете для сердечно-сосудистой системы и для кровемосных сосудов, важно, чтобы вода, знаете, была такая мягкая. Вы не ощущали вот чего-то такого вот, ну, типа терпкого такого, что там может быть. Это, значит, самое благоприятное. И вот раньше здесь у нас на Руси его пили, потому что чая этого не было. Ни из Китая, ни из Индии. И более того, даже возили за границу в Англию. То есть цена торговли была большая. Но потом, как только появился, значит, индийский, китайский чай, вот, надо было сделать так, чтобы его как-то завраховать, мы там, короче, все провели и его устранили. Вот, этот чай, казалось бы, наиболее, наиболее лучше. Если, по возможности, это там будет, можете вот такой чаечек убрать. Дальше, что касается чая, это... Вот, смотрите, сейчас пойдем дальше. Значит, смотрите, какую бы травку я использовал. Это спорыш. Он примерно так же дает спорыш. Это полевой хвощ. Тоже это интересно дает. Так, лист смородиной я вот влепить его пил, но сейчас что-то я не помню, какой он. Ну, по-моему, нейтральный вкус, да? Да. Лист смородины. Потом, смотрите, лист смородины, да, нормально. То есть, вот, не дает никаких каких-то вкусов. Да. Ну, яда дает, но вот это вот яд, и не дает. Теперь, смотрите, дальше это вот так вкратце пробежались по желудочно-кишечной системе и все. Дальше, оказывается, у пищи существуют вкусы. Вот еще интересная вещь. Что такое вкус? То есть, смотрите, пища... Вообще, я сейчас просто кратко скажу, чем действует пища. Пища, естественно, с помощью нее строится тело. Это чисто вот эти все эти аминокислоты, кирпичики, витамины, минеральное вещество и так далее. Она все-таки раз строится. Ясно и понятно. Дальше. Но так как, смотрите, вот в Московской области мы живем, вот здесь растут растения, здесь бегают животные, здесь определенный климат. И все это, все это запечатлевается в земле, в растениях, в животных. Все эти все образования целиком природные, целиком приспособлены к проживанию в Московской области. Мы тут живем, свинку, что-то там едим-едим, и мы становимся частицей этой области. Понимаете? Как только мы из Африки что-то берем, у нас уже идет энергетический дисбаланс. То есть, с помощью пищи мы с вами приспосабываемся конкретному месту проживания, климату и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, чем больше мы употребляем местных продуктов, тем становимся более устойчивыми. Вот дикие животные, там, допустим, взятые желудки, доносятся, как эти самые, да, ничем не болеют. А что там их врачи лечат или еще? Никто их ничего не лечит. Им природа дает такую силу. А как только вот это вот устранили, вот смотрите, все. Видите, как мы обессилили людей? Вот и все. То есть информацию мы с помощью пищи приспосабываемся к проживанию конкретно вместе. Здесь, далее, существует, значит, ну, как бы так сказать, хотелось сказать, пища может действовать как пластификатор. То есть она может как-то нас смягчать, она может как-то делать тело наше пожестче. То есть если побольше жертвы употребляем, значит, как-то мы это самое? Сильнее будем. Ну да, сильнее будем, и так это попростить. Больше какого-то там, ну, грубо говоря, там сена, мы как-то подсыхаем там, да, вот такое есть. То есть она действует и так даже, пища. Вот, и наконец-таки мы с вами подошли к понятию о вкусах. А почему вкус нам нужна эта пища, в конце концов? Ну, зачем нам нужна? Ешь да ешь там. Как вот, допустим, группа говорит, почему две ноздри, когда мы дышим воздухом, а тут вот так, на одно глупо. Значит, что-то происходит вот здесь, а что-то происходит здесь, и совершенно различно. Ну, начнем со вкусом. Оказывается, значит, каждое растение, каждое там, ну, более питательное там, вещество, которое получается из растений, из животных, они, значит, имеют энергетику. И эта энергетика заключается именно во вкусах. И смотрите, если больше сладкого вкуса содержится где-то, в чем-то, в фрукте, там, овощи, в животном продукте, вот. Это все равно, что упитывает тело. А вот если содержится горького вкуса больше, горький вкус, что он делает? А он подсушивает. Понимаете? Горечь высушивает. Далее, значит, у нас есть еще такой соленый вкус. Соленый вкус, он действует одновременно и разоревает немножко, и способствует, как бы сказать, удержанию влаги. Именно, если хотите, чтобы встать побольше воды в вашей организме, то побольше немножко солите, и кушаете, и все. Значит, сладкий, горький, соленый. Значит, теркий вкус. Теркий или вяжущий вкус. Что? Кислый. Кислый. Значит, мы сейчас разберем вяжущий вкус. Вяжущий вкус. Вяжущий вкус, он способствует тому, что он тоже немножечко подсушивает как-то, и вот, как бы сказать, вот так все. То есть, вот так вот, смотрите, вот как я, мне трудно это сказать, а я вам показываю. Вот, вот, вот. Он вот так вот, все наравит, сколкать, и вот так вот сделать, да? Одно дело вяжущая, а другое дело вот так. То есть, имеется сраина ретика. Кислый. Кислый вкус, он, значит, способствует тому, что он охлаждает тело, да, горький охлаждает тело. Сладкий, немножко охлаждает тело. Острый, разогревает, это единственный вкус, который разогревает и сушит. Горький, он только сушит, но он не греет, он охлаждает. Терпкий, где-то так тоже это так. Кислый, кислый, очень интересный вкус. То есть, он умеренно охлаждает и способствует, что вода в вашем потанице сохраняется. И самое интересное, дальше, вот я вам рассказываю, можно тут на все это дело посмотреть, как на какой-то тут спектакль группы. Летом мы с вами пьем что? Квасы. Квасы. То есть, вся народная, если взять практика, она это все подтверждает. Почему мы любим кислое лето? Да потому что нам хочется охладиться и не терять воду. Почему мы любим сало зимой? Потому что нам хочется, вот я скажу, как классификатор. Потому что альпинисты, когда идут в горы, они из всех продуктов предпочитают это сало. Сало способствует тому, что своим жиром не высыхает тело. То есть, мы употребляем сало, да? Тело не так высыхает. И плюс соль, которая разогревает. И они усилили и пошли. А, допустим, какой-то там другой продукт они съедят, плохо себя чувствуют. И все эти народности, которые живут, ну, допустим, на Тибете, там, в Анголе, где там холодно, они делают такой чай, допустим, чай, потом туда это самое масло, все это дело толкут, потом немножко сахарка еще раз добавят. И у них такой чай, знаете, похожий на какой-то, как бы сказать, масляной напиток. И это для них нормально, и они себя чувствуют нормально. А если что-то другое, все, оно не идет, оно просто-напросто их уничтожит. Это в течение веков, тысячелетий у них в поколении выработалось то, что надо есть для здоровья. Опять-таки еще раз напомню, смотрите, живут люди на Аляске, они там тюленей жир, там, моржовый жир, там, еще что-то едят, и для них это нормально. И они на нем живут, да? Они не живут на морковке, на капусте. Допустим, вот это подмосковье, Москва, они тут вот свое едят, нормально, пошли дальше, тут финики растут. Они все это растут, нормально. Они не в том случае не будут есть жиром, а сразу их плохо будет, да? А тем идем. Вот поэтому, поэтому, вот эта вот еще кухня, которая у нас, как бы сказать, устоялась там, ворщи, щи, то, что у нас это овощи, понимаете, вот это совсем. Вот это желательно там и использовать. Просто, чтобы продукты были, ну, хорошего качества. Потому что сейчас все норовят, ну, вот мне рассказывают, я сам не видел, говорят, вот берут кусочек мяса, кусочек мяса взяли, туда делают укол, и она на глазах только раз, что-то чуть ли не в 10 раз увеличивается. Представляете, уже говорят, мне надо там кого-то кормить или еще что-то делать. Вот оно. Такие вещи. Вот, поэтому питание, чтобы мы рассматривали с таких вот позиций. Плюс, плюс, если мы учитываем вот эти вкусы, то вкус это еще и энергетику нашу менять. Если хотите, чтобы пошустрее были, немножечко горечи добавляете, да, и пошло дело получше. Если хотите, чтобы прогорелся организм, немножко специи добавляете, жучих, ага, пошло. Если чувствуете, что вы, как вы сказали, массы не добираете, тогда немножечко больше сладкого укуса. Теперь мы подошли к таким вот чаям, это мята, мелиса, душистые травы. Душистые травы, значит, в чем они хороши, и, как вы сказали, любое средство, ну, допустим, как бы это вот, если взять сладкий, там, он хороший, ну, через мир там много, он становится таким. Так точно, душистые травы, чем они, значит, хороши? Тем, что они, смотрите, они способствуют тому, что вот за счет своей душистости, вот душистость, это энергетики, они усиливают у нас процесс, особенно под старость, надо там как-то сбозиться, раз, они усиливают нам рыхление пищи. Мы, допустим, вот до этого, там, чинка мы пилили, или еще там чего-то, у нас уже лучше тут рыхление пошло, знаете, вот эта пища, наверное, из такого кусочка превратится вот такой, чтобы нормально привелиться, да? Движение по кишочкам, укропную водичку пьют, почему, детки, для того, чтобы у них вот эти газики схлопывали из как-то половины, да? Вот, но в то же время, смотрите, если эти продукты употребляются в чрезмерном количестве, или, как бы сказать, не в свое время, ну, допустим, беременно зарядить, там, пить что-то такое, типа душистого, что может вызвать? Может, у беременной вызваться ссоры, потому что это все дает энергетику, настройки. Значит, дальше, что оно делает? Оно дробит, если у мужчины слишком много будут там мятого употреблять, мятого чая, значит, у них сильно разрушается, то есть чрезмерное количество разрушается. Если у женщин ссоры, вот. Вот. Поэтому с душистыми чаями надо быть осторожным. И потом, смотрите, еще дальше такая вещь, вот смотрите, мы с вами заварили чай. Заварили чай, взяли там чай, и тут такая хоп, кипяточка. Плеснули, да? Сразу только хоп, душистость. И мы только раз. То есть, если хотите вот эфирные, вот эти, знаете, самые такие вот жизненные там вещи схватить, эфирные масла, вот это вот наиболее как вот это, что-то такое полезное, и то, что действительно как-то атомизирует организм, вот это нараст. Это, значит, вот как раз первый. Дух пошел, вы только раз, старайтесь рубить. Постоял этот чай у нас минут пять. Уже душистости там особо не осталось, да? Что-то там есть. Но зато появляется терпкость. Терпкость – это уже другое свойство. То есть пошла экстракция совсем других веществ, более таких вот, не душистых, а более тяжелых. А надо, чтобы действовать уже по-другому. То есть сейчас идем вот так вот. А имбирь и корица? Вот. Теперь подошли к таким вещам, как имбирь и корица. Да, спрашивайте. Имбирь. Значит, у нас раньше не было имбиря, сейчас он появился, и это вообще оказалось очень хорошая специя как раз для лиц пожилого возраста. Душистость. Вот смотрите, любая еще душистость, она уничтожает микробы. То есть вот этот дух пошел от имбиря, от того же даже чая. Оно, значит, способствует тому, что уничтожает бактерии. Раз. Значит, дальше подпитывает энергетику нашего вот этого более тонкого тела. Я придумал двойника. Два. Душистость. Далее начинается разогрев. Разогрев – это усиливается иммунитет пищеварительной способности и умственной способности. То есть ум делается острее. Как какой-то. Раз. Вот. Ну тоже, к примеру, чтобы не пережили там все ничего. То есть вот так подействует имбирь. Хвоздика. То же самое, примерно так и хвоздика. То есть не только, знаете, как древние определяли траву. Они определяли примерно так вот. Трава со жгучими свойствами. Допустим, имбирь, хвоздика. Пускай там и чеснок, там и лук, там. Ну и еще какая-то там. Вот. Они ее пробуют, допустим, на вкус. На вкус попробовали. Ага. Ощущается, значит, жгучесть. Раз она все ощущается. Они говорят так. Это жгучесть в первой степени. Раз. Другой пробуют. Ощущается жгучесть уже. Так. Хорошо. Ого. Это жгучесть во второй степени. Уже нет. Вот. Далее пробуют, значит, она уже видно. Язва только. Раз. Ожог. О, это в третьей. Четвертая где-то примерно язва. Вот до смертельного исхода. И в зависимости тогда от какого-то заболевания, допустим, от простуды или еще чего-нибудь, они применяют уже по силе воздействия эти травы с амиральной рецепты и используют. И вот как раз вы хороший вопрос затруднили. Значит, вот есть такое мнение, что онкология – это развитие плесени в организме человека. Что это? Грибка, грибница. И вот когда человек профилактически употребляет что-то живучее, которое, смотрите, и живет, и даже воду отнимает, то тем самым грибки не любят это. И это будет очень хорошая профилактика от вот этого вот зараза. Поэтому я как раз, знаете, на передаче встретил Аиду Ведищеву, что он поет песенку. «Знают, да?» «Знают, да?» «Знают, да?» «Знают, да?» «Знают, да». «А, ну, шофер не говори, наверное, красавицу. Иначе думаю, мою дорогу не справиться». «Знают, поворот такой, та-на-на-та-та-та-та». Ну, короче, очень милая. Я ее не видела, только мы ее вообще… «А, нет». «А, нет». «Знают, да, я ее вообще не видел». И песни, да, слышала. Вот она как раз у него с границы, она там заболела онкологией. И вот говорит, от чего ей, значит, избавилось, вот помимо того-сего, я регулярно имбирь. И сейчас практически применяю и ни с кем не целуюсь, чтобы не завязаться. Вот, значит, вот эта вот трава. Вот смотрите, имбирь действует вот так. А как действует гвоздика? А гвоздика, вы знаете, она еще более сильная. И тут мы как плавно с вами перейдем к тему, сейчас надо вообще сделать перерыв, пожалуйста. В тему паразитов оказывается чрезмерно жгучий вкус, который имеется у гвоздики, в первую очередь. Он сжирает оболочки вот этих вот яйцерлистов. Ну это плоды или сама зелень? А это вот эта палочка. Палочка. Раз, блин. Ох, она как. Да. Она, конечно, будет и на пищеварение влиять, и на это, и может даже и язву прожечь в желудке. Все там может быть, да? Но тем не менее, если ее так разумно применять, она оказывает действие на то, что оно сжигает, в первую очередь, оболочка вот этих вот яйцерлистов. Она такая нежная, какая-то холестеринная, какая-то такая вот. И этот, значит, жар ее просто расплавляет, и они уже там погибают. А если там они маленькие, какие-то тельца, значит, они получают тоже сильнейший ожог, то, что они это, короче, не любят. И, кстати, кстати, о горьком вкусе мы с вами говорили, следует дополнить. Горький вкус – это лечение малярии. Малярии лечат хиной. Хинна – это очень горькая вещь. Да, мы еще… Впрочем, можно много рассказать. Сейчас я расскажу в погодном вкусе, потом немножко переверемся. Смотрите. Малярия была известна давным-давно. Камары-то были, писали, люди болели. И уже в древней Китае где-то тысячу, там, пятьсот, если не две тысячи с половиной лет назад уже нашли средства, которые малярию лечили. Это как раз особый рог полыни, которые там делали, ели. И вот эти вот личинки… Что такое малярия, вы знаете? Это кусает комар, вода. И туда попадают личинки. Личинки начинают есть красные кровяные тельца, раздражаются. И у человека, значит, возникает вот эта вот малярия и так далее. А лихорадка малярийная – это попытка организма с помощью подъема температуры сжечь этих паразитов. Малярий. Представляете? Ну, после какого-то облегчения, потом… Что-то кого-то сожгли, кто-то не сожгли, они там опять… Ага, и… Значит, что оказывается вот этот горький вкус за счёт того, что он, горький вкус, отнимает вот он обезвоженный. Очень важно вот этот вот маленький микроорганизм обезводить. И он погибает. Они привыкли жить, как сказать, в водной среде. Вроде бы им водная среда, а тут видите, как получается, что… Вот этот вот отнимает ещё воду. И они, значит, погибают. Ну, у нас же горькая полыня и тысячелищник – это тоже очень горький. Да, это тысячелищник – это другой вид полыни. Значит, они уже китайцы использовали. Далее этот рецепт то ли забылся, то ли не забылся, но как-то не использовался. Значит, перешли на хину. Хина – это кора дерева. Окажется, кора, деревья, первая линия обороны. Деревьев тоже едят паразиты и так далее. Они защищаются от этого именно корой. И кора должна иметь свойство высушивания. Это, в первую очередь, как разводка искусства. И из них, вот, это, допустим, хина, кора – илы, ну и так и другая. Кора. Есть, кстати. Не любая кора. Не любая. Не любого. Да, не любого дерева. А более синие есть, вот, допустим, илы. Осина. Осина. Осина, она относится к семейству имовых, чтобы вы знали. Вот. И, значит, вот эта уличь действует вот таким вот образом, что она убивает. И теперь смотрите дальше. Так как малярия присутствовала во всем мире, ну, огромный процент там был, особенно в жарких странах, влажных от нее умирали, то за разработку лекарства награждали Нобелевской премией. Так вот, Нобелевскую премию дали раз, где-то в 1900 какой-то там году. Вот, дали. Вроде лекарство сделали от малярии, хоп, она не работает так, как думали. Лет примерно через десять создали еще какое-то лекарство. Опять Нобелевскую премию дали. Опять она не работает. Я только хотела, знаете, достать. И, наконец-таки, года два назад, где-то, год назад, года два назад, ну, кто интересовался, значит, китаянка вычитана из древнего травника о рецепте этой полыни и на его основе создала уже вот этот препарат, как он действует. Ей уже дали Нобелевскую премию. То есть три раза за одно и то же. Вот такие вот вещи. Вот. И если теперь говорить о лечении, значит, или изгнании паразитов, значит, используются вот такие травы. Это аммонич, полынь, так называемая трава, тройчатка. Что их делают? Берут просто траву, полынь, полынь, волька. Ее, значит, измельчают, желательно, в порошок. Ну, например, значит, пол чайной ложки. Скатывают хлебный мякиш, туда ее закатывают. Получается такая горошина. Вторая горошина делается из молотого гвоздика. То есть горечь на больших паразитах действует. на гвоздок. Это переживает гвоздика яйцеглист. Значит, так же. Здесь уже поменьше где-то, ну, горошинку там делают. Тоже в этот закатывает хлебный мякиш. И используют еще одно, значит, средство. Это, ну, ксегл он называется. Водная настойка из грецкого ореха, восковой спелости. Он зелененький такой. И тут такое душисто такое вещество есть. Вот так, вы знаете, у нас как раз растет орех, когда восковая распелась у него, он зелененький. И вот так чуть потрешь, и так он душисто, знаете, пахнет вот это красиво. То есть содержится, так называемый, югл он, который тоже там роняет для каждого паразитов. Это кожица используется? А? Кожица используется? Да, используется кожица его. И там как раз мне и йода много, и всякого... Это грецкого ореха? Да, грецкого ореха. Делают водную настойку, делают водочную настойку. Но если нет, можно использовать две. То есть вот эти две штучки. Глотайте, глотайте и пошло. Ну, в аптеке есть цитварное семя. Это вот, наверное... Цитварное семя, но тоже цитварные полы. Вот. И курсы где-то, желательно, недели две там, а то три. И отлично. Сейчас, и будем заканчивать. Сейчас, значит, что делать? Одно дело, паразиты, обитающие в желудочно-кишечном тракте. Но как последние все эти исследования показывают, что тут они обитают везде. В крови, в глазах... Везде, 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 везде... Ужас! И, значит, что они берут? Берут капельку крови. Представьте, капельку крови рассматривают под микроскопом, и уже там они видят огромное количество паразитов, как целый звериниц. Вплоть до того, я даже видел, там, знаете, под микроскопом они снимают, как это... И они видят личинки и листов, там плавают, все такое... Личинка и листов, как дракон. Я не знаю, что там... Пошел, у кого-то микроскоп есть, у кого-то вся эта аппаратура... Там, короче, такие занимательные вещи... И, значит, вот это вот все дело изнутри нас потихонечку грызут. Там кожа может быть прищавая, упадок сил, какие-то там... Что-то там такое... плохое... Вплоть до того, что они могут съесть предстательную железу. Кстати, я забыл мужчинам сказать, значит, чтобы предстательная железа была в порядке, по столовой ложечке тыквенного масла употребляйте натощак. Это мне сказал фетисов наш, этот хоккеист. Такая, говорит, проблема серьезная, никто не знает, как с ним бороться. А, говорит, тыквенное масло... Тыквенное масло, оно содержит такие, как и вещества, которые как раз воздействуют на те микробы, которые живут в предстательной железе, и ее разрушают, что самое удивительное. Я сам так сразу, как только знал, купил, как начал бить, да прекрасно себя почувствовал. Всез 2 недели уже там ничего особо не чувствовал. Отличное действие. Семечки не пойдут дыквенные? Пойдут и семечки дыквенные, но это их даже самое желание. Вот, значит, под микроскопом смотрят и говорят, они могут даже перечислить, и у вас там, вот, помимо, ну, не бы даже листовоза, а, допустим, какие-то паразиты там, ну, по-моему, там, даже днилианглия, как бы там называются там, хламидии, еще какие-то, еще какие-то, то есть маленькие, вот эти, вот, знаете, одноклеточные паразиты, но могут быть многоклеточные паразиты, которые ведут наши красно-квоенные пельца, которые заходят туда, где, знаете, полакомые в организме, и начинают это все есть. Вот, назначают различные, значит, средства. Вот, вот эта ложь, вот, как мы с вами сказали, тройчатка. Человек пьет курс тройчатки, идет, смотрит, опять, как мы купили, совсем другое. Уже нету тех поразитов.